Две минуты, ну нам хватит Продолжаем дальше Мы перекодируем переменные Значит, первый способ Пешком Без, without, car Ну давайте я скажем Хочу объединить А, во-первых, она у меня не факторная Ну, собственно, способ перекодировки Такой же Допустим, я хочу категории Сейчас еще раз, давайте возьмем Нашу Кто у нас там? Тит 3 Парч Вот, значит, я, допустим, хочу 3, 4, 5, 6 Объединить в категорию Ну и назвать ее там 2+, 2+, это будут вот эти все 2, 3, 4, 5, 6 Соответственно, я пишу, что Тит 4 равняется Если надо побольше шрифта, давайте побольше шрифта Вы как-то скромно молчите Марина, нормально? Марина, нормально? Раз Марина говорит, что нормально Возьмем Тит 3 И давайте создадим новую переменную Чтобы не затирать старую Потому что это все-таки Я как бы некое делаю Упрощение только для графиков Потому что вообще говоря Когда вы работаете с данными То для визуализации Может быть, да А для прогнозов и так далее Это, конечно, надо очень ответственно подумать Прежде чем так упрощать Значит, что я хочу сделать Я воспользуюсь командой e-fails Нет, я воспользуюсь командой e-fails Я все еще какое-нибудь слово Какую-нибудь команду Которая бы читалась на русском и на английском Но пока не знаю Отдельно e-fails Это вот слитно e-fails Ну, это аналог Если там ты в Excel что-нибудь писал Это аналог Вот в таблицах Обычно так функция if называется Если Ну, то есть Тут ты пишешь условия Если переменная parch Принадлежит Множеству in Если переменная parch Принадлежит множеству значений Значит, какие я хочу А, я хочу больше двух А, я могу инициатив Парчи будет больше одного Вот если больше одного Но вообще говоря Ну, 2, 3, 4, 5, 6 Я хочу перекодировать в 2 плюс Правильно? А можно говорить Оттрел Нет? 1, 2, 3, 6 Ну, мне кажется, что Поскольку там в тройку А, точно, больше двух Все, в тройку сольем Значит, если больше двух Или можно, если перечислять Конкретные значения Давайте я перечислю конкретные значения От трех там до восьми Да? Заодно посмотрим на новую команду Потому что больше двух Вы уже знаете А вот это новый вариант Если Верх Значение переменной parch Лежит в множестве От трех до восьми Да? То тогда присвоить Значение Ну, скажем, условно Три плюс Давайте его назовем А иначе взять Старое значение parch Да? То есть, еще раз Какой синдексис этой команды Почему она, собственно, называется Ifels Тут содержится какое-то Логическое условие В данном случае Правда ли, что переменная parch Попадает в множество Значения от трех до восьми Вот это значение Если да А это значение Если нет Соответственно, переменная parch 2 Будет равна Три плюс Если это условие Выполнено И переменный parch Если это переменные Если это условие Не выполнено Добро? Ну, как в Excel Да, как в Excel Я согласен А, единственное, что надо было Факторный сразу сделать Хотите, сразу факторный сделаем Давайте можем сразу Вот так вокруг написать Факторный Или потом Или потом Вот Сделали Аналогично давайте сделаем Наверное, с переменной Sips 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 Pousas 2 Которая будет равна If Как она там? Shall do Shall do Неплохо If else Shall do Mutate Mutate Это какая Library Вопрос ко всем Деплер Да В библиотеке Деплер Пакет Ну, давайте те же самые Градации поставим От 3 и больше Назовем эту категорию 3+, А иначе возьмем значение Sips Так, раз, два, три И давайте сделаем Факторный То есть TIT 5 Это будет Mutate EACH Может как Mutate Проверь Library Depleer 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 А, ой Я же Нехорошую штуку сделал У меня там и старый Sips Остался И новый Sips 2 Да, надо, конечно, убрать Еще было Убрать старый Sips Естественно У меня теперь стало Я новый Sips 2 ввел Упрощенное А старый Sips Не убрал Поэтому сейчас А как убрать Как убрать переменную Какой командой Select Select Если надо Выбрать конкретную То с плюсом То есть Если хочу взять эту А хочу не брать эту Тогда с минусом Да А еще мы говорили Отбор рядов Если отбор столбиков То это Select А если отбор строк То это фильтр Да, что-то я не подумал Надо было отобрать, конечно Еще А, ну ладно Не буду прерывать Этого Пусть уж лучше достроят Ну, конечно, да То есть Вот в чистом Энон Она, кстати, быстренько строит А сэр-студио Это известный Какой-то конфликт Чичипырс Ага Ну вот он застроил Соответственно Я тут отберу Тит-6 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 Из Тит-5 Отберу Старый Sips Уберу И старый парч Уберу У меня остался только Новый Вот Ну и она так Во-первых И повеселей Побежит Ну и потом Можно будет Что-то там содержательное Внизу Увидеть А я не знаю Кстати, можно ее сразу Снимать Ну Лучше так не делать Ну ладно Да, вот уже ничего Даже все-таки Наверное Можно было И в двойку сжимать Ой, а что это у меня Их 4 Аааа Правильно Потому что 0, 1, 2 и 3 плюс Можно было сжимать Наверное Вот эти Для этого Ну, по крайней мере Получше Да, она стала качественной И здесь Лучше видно Немножко Ну, можно было Сильнее сжать Мне кажется Можно было 2 плюс А не 3 плюс Потому что 3 плюс Почти пустая 0 много 1 еще Ну, давай Вот 1 уже мало 2 совсем мало 3 Надо было 2 плюс Все-таки называть Чтобы было попроще И что-то там Может быть Может было Отловить Ну да Мне кажется Что в силу Вот этой разницы И вот этой Можно смело Вот этот хвостик Сюда Прибабать Добро Хорошо А, и как это было То есть Это мы перекодировали Без помощи Пакета карт В пакете карт Есть функция Рекунд Которая сразу Позволяет Там Несколько категорий Ужать То есть Здесь Надо было бы Ужимать по одной То есть Если бы я Ну, еще бы Хотел взять Мне бы еще один Флс Надо было писать А в пакете карт Сразу есть функция Которая О, вот эти две Сжать Вот эти две Сжать Вот эти три Сжать Выглядит оно Примерно Так Ну, тут Как будет тут Кодироваться То есть То же самое Можно сделать Можно сказать Что Тит Четыре Я то же самое Дам Это равняется Мьютейт Тит 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 А дальше Надо сказать Что Парч Два Равняется Ре Она так и называется А, точно Рекунд Парч А здесь Надо указать Строку Как рекодировать И тут Синтаксис Такой Что-то Тип 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 Равняется И в Единарных Кавычках Новая Категория Может Тип 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 Может Сейчас Сделаем Два Плюс Что Может Сейчас Сделаем Два Плюс Чтобы Посмотреть Ну Давай Заодно Немножко Поприятней Синтаксис И там Можно Например Через Точку С запятой Сразу Еще Категорию Ужать Например 0.1 0.1 Ужать Не знаю В 1.1 Минус Ну Что-то Тип Такого Прошло Сразу Можно Много Ужимать Ну Ладно Я не буду Просто Указал Команду А кому Надо Будет Прочитать Документацию Ну Немножко Поприятнее Синтаксис Согласитесь Что Вместо Вот Этого И Фэлс Да То же самое Только С другим Пакетом Другая Команда Ну Как и на любом Развитом Языке Программирования У вас Есть Куча Способов Сделать Одно И то же Ну С одной Стороны Синтаксис Конечно Поудобнее Но С другой Стороны Из-за того Что Виш Этот пакет Оказывается Требует Самой Свежей Версии R Хотя Эта Команда Там Рекол Еще С незапамятных Времен И Ей Но Автор пакета Следуя Стандартным Рекомендациям Пишет Что Пакет Требует Ту версию Которая У него Стоит Раз у него Работает Требует Точному Пользователю Сработает Требует Версию Ниже Той Что Стоит Ну В общем Это То же самое Только Просто Немножко По-другому Просто Покороче Вместо Этого И Фл Спарч Вместо Этой Ну Все Чуть Поприятнее Согласитесь Да Краткий код Не обязательно Хороший Что Краткий код Не обязательно Хороший Это правильно Марин Это верно Но Все-таки На мой взгляд Потому что Рекод Живет В пакете Кар А проверить Лайбери Кар Что выдает Ну Гарит Лайбери Кар Сейчас Еще раз Посмотрю Точно Живет В пакете Кар Так Ошибки Ну Давай Посмотрю Ну Так Какая у тебя Функция Это читает Руку А Руку Ой Он же пишет тебе Не могу найти Функцию А Я это Вижу То что Хочу Видать Так Хорошо Значит Перекодировали Ну и график Можно Что Построим Еще один Может Что Построим Значит GgPairs Тил Какой там А Тил Надо еще А Надо еще То же самое Повторить А Ну В принципе Тил 6 Сейчас Надо То же Само Повторить А Какая Райс А Ты хочешь Скажешь Что Он Типа Не Такой Ж Ну Ладно И еще Один Фактор Для того Случая Когда У вас Много Качественных Переменных Еще Один График Я не помню Устроили Мы Не Строили С пакета Виседим Мозаичный График Он Строили Ну Вот И вот Тут Конечно Тоже Можно Применить А Давайте Посмотрим Что Тут Не Пошло Или Просто Я Не Зумаю Пока Ну Сейчас Я Дошусь Пока На Строить Чтобы Не Нуждало Ну По крайней Мере Думаю Такой График Где Нибудь Брошенный Посередине ВКР Он Точно Привлечет Внимание Читающим Они Не будут Слушать Что вы Рассказываете А будут Смотреть Какая Немного Вот Да Мне кажется Так Получше Видно Что Вот Это Здесь Резко Убывает И Видно Что 1 Плюс 1 2 Примерно Одинаковое Распределение Такое Что-нибудь Я могу Тут сказать Survived Против Ну вот здесь Наверное Можно посмотреть Survived Против Sips 2 Можно посмотреть Что те У кого Было Сейчас А почему Здесь Такой Чистакол Почему Sips 2 У нас Какие-то Такие Странные Значения А А Потому что Это Идутся Масштабы Вот Для Этих Графиков Да Согласен Иногда Сложно Да Согласен Сбоку Непонятно Какие GDPR Су Рисовать Оси Потому что Тут же Много Находится И вот Она Рисовала Под количество Вот сюда Количество Человек Ну вот здесь Наверное Что-то видно Что в Пессенджер Класс Когда у меня Ноль Кого Жен Сестер Да То скорее всего Я еду В третьем Классе А вот Если у меня Одна жена Или кузина То уже Распределение Более равномерное Между классами Где-то машины Зависит В чем Движимые Да Если двежимые Или кузиные Так Хорошо Значит Поехали дальше Дальше Я хотел сказать Наконец Начать Собственно Ну Одно Из таких Хороших Удобных Вещей Которые Сделаны Вар Это Возможность Построения Каких-то В общем Домашние Можно по метрике Делать Да Это актуально Поэтому давайте Мы сохраним Этот файл Сейчас Сохраню Это у нас Седьмой Да И теперь Мы заходим В другую Менюшку Мы теперь Нажимаем Файл Мы теперь Выбираем Не R-скрипт А R-markdown Сейчас Мы будем С вами Комбинировать Комбинировать Комманды Надо дождаться Появления Такой менюшки А перед этим Поставить пакеты Дошли До менюшки Ир Как? Да Менюшки Останавливаются А Останавливаются Хорошо Ну Соответственно Вот у нас есть Два базовых варианта Это По ошибке Здесь Значит HTML Для динамических документов И PDF Для Статичных То есть Если мы хотим Какие-то там Управляющие элементы Добавить Какую-нибудь Красочную презентацию Там Чтобы там Двигать Чтобы оно Крутилось И Искренне Сыпало То это HTML А если Там Какая-то Раздатка Там Распечатать И раздать То это PDF Я Для удобства Ну Это В принципе Никто не запрещает Делать В HTML Статичные документы Такого запрета нет Мы можем В HTML Делать Что-то Статичное Ну Как бы Вот Ну и Word Не знаю Ну просто Вот Вот Ну Тоже есть Значит Давайте я выберу Пока HTML Просто потому Что Оно Немножко Побыстрее PDF Требует Установки Теха Поэтому Тут Надо Ну Проверить Что у вас Есть Тех Соответственно HTML И Word Они должны Срабатывать Без всего Ну HTML Не требует Даже Установленного Ворда Поэтому Я пока Выберу HTML Значит И вот У нас Откроется Такая Такой Ну Набросок Документа Окей Значит В этом документе Ну Помимо В начале Заголовок Я сразу Хочу предупредить Что Вот здесь В заголовке Очень критично Нужна Нужна Ну Которую Ну Сначала Надо Погруглить Если вы Не знаете Особенно Для теховских Документов Для HTML Не важно Но для теховских Документов Здесь будет Важна Опция Давайте Напишем Language Лэнг Равен Ну Не равен А аргумент Да Правильно В таком смысле Russian Вот И дальше Идет R Markdown Да Соответственно Это такой Простой Язык Разметки Ну Например Чтобы Сделать Текст Жирным Ну Вот Надо Его Взять В двойные Звездочки Вот Ссылку Ну Вот Так Вот Надо Написать Это Будет Гипер Ссылка И Здесь Внутри R Ой Внутри Этого Человек Читаемого Можно соответственно Вставлять Вот Такие Серенькие Кусочки Кода Которые Будут Исполняться И будет На выходе Получаться Какой-то Результат Окей То есть Вот Это Один Документ В котором Есть Вот Это Человекочитабельное R Вот Это Проигнорирует А R Выполнит Только То Что Внутри Сереньких Блоков Окей Давайте Сохраним Этот Дефолтный Документ А потом Сами Напишем Свой Значит Будет 707 О 707 Хорошо Значит 707 707 Demo.rmd Да Формат У таких Файлов R Большой И MD Маленькая Потому что Это Комбинация R Команд R И Языка Разметки Markdown Сохраним И давайте Нажмем Кнопочку Knit HTML Посмотрим Что У всех Срабатывает Базовая Версия Прежде Чем Мы Начнем Экспериментировать В тех Пробовать Переводить Там Наверняка У всех Сразу Работает И Будет Это Нормально Я К Готов Значит Я Нажму Вот Здесь Вот Клубок Ниток Knit Current Document Все Готовы Здесь Клубок Ниток Там Написисть Knit Но Она Просто Из-за У меня Разрешение Не Она Свяжет HTML Документ Сидит Бабушка В метро И Вяжет HTML Вот Если Мы Сделаем Такую Штуку То Вот У нас Откроется Такой Вполне Приличный HTML Документ В котором Ну Заглавие Поскольку Было Entitled Там Оно Так И Осталось Вот Смотрите У нас Во-первых Кликабельная Ссылка То Если Я Кликну У меня Откроется Браузер Вот Слово Knit У меня Вот Оно Так Было В моем Маркдауне Размечено А здесь Вот Оно Жирненькое Да Но Самое Ценное Это То Что Автоматом Выполнилась Команда Самбри Автоматом Вот Сюда Подставился Ее Результат Автоматом Построился График То Есть График Это График Это Результат Построения Вот Этой Команды Окей Да Кодировку Выбирать Я забыл Кодировку UTF8 Только Мы Смотрим пока Пример Демо Который Автоматом Делается Мы Просто Смотрим Что Такое Мы Ничего Не делаем Просто Крутим Я Кручу Вверх Вниз Что Было И Что Получилось Мы Договариваемся Первое Важное Условие Р Несторее Чем Трехмесячной Издавности Это условие Выполнено Что Так Посмотрим Сначала Может У тебя Все нормально У тебя же все нормально, ну вот, и чего, и чего, все, у тебя отличный. Так вот, ты книг на чтение нажимала, как бабушка? Слезала? Ну вот, и она в отдельном окошке, у тебя точно так жарко. Почему открылся в отдельном окошке, а у меня внутри? Ну, может быть, немножко разная версия RStudio, когда там вроде бы внутри. А может, где-то это внутри RStudio настраивается, где открывается. Вот, соответственно, что мы хотим? Мы, то есть, давайте посмотрим, что можно сделать. То есть, мы можем, например, те же самые графики, которые мы сделали там, ну, только вот сейчас. Давайте, соответственно, сделаем так. Так, давайте сотрем наше вот это вот все, сотрем, и попробуем теперь сами чего-то написать с нуля. Вот это вот сознательно сотрем. А это, давайте озаглавим какое-нибудь там мини-исследование по Титанику, да? Вот, сделаем вот так. Ну и поехали. Значит. Сначала человекочитательный текст там. Что? В данной сверхважной работе мы займемся... В данной, да, согласен. Мы займемся очень... Чем-то очень важным. Чем-то очень важным. Да, все угодилось просто. Чем-то очень важным. Да, значит, ну и как... Сначала надо научиться просто писать Markdown, и его писать просто. Собственно, там команд не так много. Есть справка по нему, во-первых, в интернете, а вот есть Markdown, то есть, письмо-зателец тут на знак вопроса, то можно using-car Markdown, это вызовет справку в интернете, а Markdown, книг-референс, это вот... Что тут можно сделать? Можно заголовки, один диез, два диеза, там три диеза, нумерация, гиперссылки, вставка картинок и так далее. И на тех, кстати, можно прямо сразу писать. То есть, давайте прямо так и напишем. Прежде всего, вспомним теорему Пифагора. С этого надо всегда начинать. И давайте, значит, вставим уравнение. Уравнение у нас вставляется вот так. Слэш открывающая скобка, слэш закрывающая. Здесь мы можем написать теоремию Пифагора. А квадрат плюс Б квадрат, а не касается С квадрат. У нас такое уравнение. Что бы нам еще вспомнить? Да, говорим, скобку нужна, знаете, да? А что бы нам еще вспомнить? Какую бы еще теорему нам вспомнить? А, давайте еще вспомним формулу Герона. Давайте также вспомним формулу Герона. Кто помнит формулу Герона? Ну, чтобы она была совсем симметричной, можно написать, что это корень из П-А на П-Б на П-С на П-Д. Она же для треугольников, но она также подходит, в принципе, для... Ну, не для всех четырехугольников, не для всех, конечно, четырехугольников она подходит. Она подходит для... сейчас... для, по-моему, четырехугольников, вписанных в окружность. Вот, соответственно, можно ее вот так написать. Соответственно... А, давайте запустим. Пока еще нет никаких команд ТР, но просто, чтобы вы уже понимали, что вот если я сейчас нажму нит.html, то у меня получатся красивые формулы, да? То есть вот здесь вот получается... Ну, красивый нормальный тех. То есть вот это, говоря вообще... Говоря мы сделали вставку теха, и мы вот сделали красивый html-чик с вот такими формулами и вот такими. Да, в том-то все и дело. Вот, более того, вот здесь я взял, захотел html. А вот я взял здесь, переправил, вот здесь треугольчик нажал, взял, хочу ворд. Но я ворд, конечно, не хочу. Вот, взял ворд. И вот здесь... Сейчас, давайте я зум сделаю. Вот у меня то же самое в ворде получилась классная формула, да? А, можно? Да, чего? Чего вернуть? Куда? К кого? К вашему? Давай, еще показываю. Ну, это, смотри, вот это вставка на специальном языке формул на техе, да? То есть вот это вот sqrt, это никакая не команда r, а это команда латеха. Я хочу просто долго не менял, но... Как индексы. Что? Индексы в техе? Конечно. Ну, смотри, чтобы вот как-то... Вот есть хороший автор, вот если ты наберешь воронцов, воронцов, введение, по-моему, введение в тех... Просто наберите воронцов, латех, если набрать... Вот. А, латех в пример. Вот, называется, латех в пример. Воронцов. Ну, если набрать воронцов, латех, то совершенно хорошая, классная книжка, в которой вот написано, как в техе набирать... Ну, все, что угодно. Вон тут и какие-нибудь... Ну, вообще, все, что угодно, как набирать в техе. Вот оно прям дословно будет... Ну, вот если я возьму... Вон, сумма, ци, т, б, к, т, а, и, к, т, а, и, к, т. То есть вот если я вот это скопирую отсюда... А, все. Вот. Ну, и по техе тоже много книжек. То есть это не то, что там какая-то уникальная книжка. По техе тоже много книжек. Есть на русском и львовский, есть много книжек на английском. Есть на английском еще классный ресурс тех с такэксченчком. Вот. Где там есть куча вопросов по теху, с кучей ответов. Ну, вернемся к нашему. А это я стащил формулу из Воронцова. Вот. И причем, посмотрите, вот бывают формулы внутри строки. Вот если писать доллар, потом формула. Потом доллар в конце. Это будет формула внутри строки. А если писать вот такими значками, слэш, квадратная скобка, слэш, квадратная закрывающая, то это будет формула отдельно вынесенная. А это нормально? Все понятно? Еще раз. Еще раз. Если формула оформлена в виде квадратных со слэшем, это значит, одна формула будет занимать всю строчку. Ничего на этой строчке, кроме формулы, не будет. А если нужна формула в тексте, ну, вот внутри идет строчка, мы посчитаем, чему равно А квадрат в формуле там, тры-ты-ты. Да? То тогда используется синтексис точно такой же внутри, но мы пишем в долларах. Ну, соответственно, выбираем, но ведь я все-таки в приличном обществе чтение буду. Ну, тем не менее, вот оно то же самое. То есть вот это у меня получилось вот внутри текста, со всеми верхними и нижними индексами. Окей? А, кстати, тех вы ставили, нет? Да. Да. Нет. Нам не нужно, мы техмейки не используем. Вот то, все то, что мы делали, оно не требует установки теха. У тебя получился чтение? Да, чтение. Ага. Вот. А дальше можете проверить, корректно ли у вас установлен тех, и поймал ли R и RStudio, получилось ли настрой на совместную работу с техом. То есть вот если я теперь выберу PDF, вот это такая уже более опасная операция. Ну, вернее, не то, что она опасная, ничего не задымится, но есть риск, что она не пройдет, потому что здесь уже взаимодействует огромное количество программ. Вот если нажать книгу PDF, то RStudio попросит R, потом он запустит PDF Latif, потом он запустит какой-то PDF Latif. А это нет теха. Что? А что это он говорит, что теха нет? Ну, вот здесь, как бы, давайте попробуем, у меня-то точно сработает, вот, но здесь, соответственно, вот получился приличный, давайте так. А live-тех это не тот? Тех-life это оно, да. А его запустить не надо? Не надо никого запускать. А почему не работает? Почему не работает? Ну, надо бы и снять, правильно ли поставлено все, или просто скачено. Вроде поставлено. Ну, тут ответ такой. Надо, ну, короче говоря, поэтому я и выбрал HTML. HTML всегда работает, вне зависимости от того, установил, как я не знаю. Давайте такой вопрос. У кого, то есть, у кого сработало в HTML? Такой вопрос. Ага. То есть, я буду искаживаться, что у всех сработало в HTML. Хорошо. У кого не сработало в PDF? Через тех, да? Не сработало. Ага. То есть, много, да? Ну, давайте тогда сделаем так. Давайте тогда... А что говорить? Давайте так. Может, какая общая проблема есть? Во-первых, поставлено ли тех-life? Оставила? Давайте проверим, стоит ли у вас тех-life. Так, как там проверить? Сейчас, давайте так. Вот из тех, у кого не сработало, какая там у нас операционная система? Windows или что-то еще есть? Windows 8. Windows, да? Windows. А под маковым линуксом сработало, да? Павел, у тебя о чем? У меня Windows. У тебя сработало, нет? У меня Windows. А, мне тоже не сработало. Хорошо, ладно. Давайте, я думаю, что нам сделать. Давайте тогда потратим время. Я сейчас остановлю запись. Просто я посмотрю в каждом частном случае, что происходит, как я заучен скайп. Не могу. Что? Ну, как бы, чтобы мы настроили, потратим время сейчас. Давайте тогда... У кого что, какую ошибку дают? Просто вы же не нашел тех-лайф, да? Нет тех-инсталичный детектор. Ошибка 43. Ошибка 43. А что там под них? Компиталь, просто. Написано, Append, Unlocking, Conversion, Pailed with Power. А при этом вот это все нормально, и ты не забыл часом вот эту Landcrash? Нет, я не забыл. Не знаю, может, это... Значит, ладно, давайте я тогда сейчас... А про ошибку 43 я сейчас просто поставлю заставку. Сейчас, подожди. Мне вот нравится. Вот это, конечно, одна из самых лучших. Ну, там, значит, ошибка 41. Ну, это вообще очень содержательно. Она даже не говорит, из какой программы. 41, сейчас я посмотрю. А вот ошибка 41. Она звучит «Посиди у озера». «Зано?» «А я думала». «А я думала, что я знаю.» «А я думала, что я знаю.» Продолжение следует...